Появление глобальной сети интернет значительно облегчило координацию действий между людьми, поэтому часть коммуникаций как делового, так и личного характера смещается из реального пространства в виртуальные. Но вместе с широкими возможностями интернет продуцирует и негативные явления, такое как мошенничество. Оно обретает особые черты в виртуальном пространстве. Интернет-мошенничество распространяется по всем каналам общения в сети – мессенджерам, социальным сетям и электронной почте. Для проведения различных махинаций мошенники стремятся максимально использовать возможности интернета, такие как мгновенная рассылка сообщений большому количеству адресатов или размещение информации на веб-сайте, так, что она становится доступна всему миру. Так, несмотря на то, что интернет представляет собой виртуальное пространство, в нем осуществляются реальные социальные процессы с реальными последствиями. К примеру, интернет-мошенничество имеет такие последствия, как финансовые потери. В последнее время в нашей стране участились случаи мошенничества с использованием сети интернет. Посредством рассылок сообщений и публикаций в социальных сетях фальшивых видео с известными персонами злоумышленники заманивают в свои сети все больше доверчивых граждан. Используя имена популярных личностей, бизнесменов и блогеров, мошенники предлагают перейти по ссылке регистрации и получить финансовое вознаграждение. Мы решили лично проверить данные ссылки, перешли на сайт, ввели реальные данные, номер телефона. Буквально через минуту позвонила девушка, представилась сотрудником компании и стала подробно рассказывать о способах заработка. Я зовут Кульдана, звонила по поводу регистрации. Вы интересовались дополнительным доходом. Смотрите, вы прошли регистрацию по автоматической системе торговли. Это когда к вашему именному сегрегированному счету, доступ к которому получаете только вы, будет подключена программа. То есть на сегодняшний день сегрегированный счет признан одним из самых безопасных счетов в мире. Средняя доходность клиентов по данному типу торговли составляет порядка 3-5 миллионов сумм. Как вы могли заметить, девушка говорит не умолкая. Она делает акцент на прибыль и безопасность вложения денежных средств. Все это является особенностью поведения мошенников при общении по телефону. Они преследуют единственную цель – обманным путем получить деньги или доступ к вашей банковской карте. Которую вы можете запустить в работу. Минимальная сумма – это 2 миллиона. К вашему счету подключается программа. И в течение пары часов, может час, может полтора, уже произойдет какой-то доход. Вы указываете номер карты, на который должны прийти зачисления. После чего вы указываете, кто является владельцем карты. И срок действия, что карта не просрочена, она является активной. В качестве первоначального взноса предлагалось внести сумму в размере 2 миллионов сумм. При этом гарантировался доход и прозрачный доступ к счету. Некоторые наши граждане, поверив обещаниям, вложили свои деньги, но в итоге остались ни с чем. Я увидел в Инстаграме рекламу. Говорилось о быстром и легком заработке. Я перешел по ссылке и зарегистрировался. Поначалу все было хорошо. Мне даже выплатили некоторую сумму. Я поверил им. После вложил еще деньги. Но когда захотел вывести всю сумму, они стали называть всякие причины. Тянули время. Затем заблокировали меня. А мой счет и аккаунт исчез. Я никому не советую верить подобным сайтам. С подобными заявлениями в органы внутренних дел обратилось определенное количество потерпевших. Некоторые из них, поверив мошенникам, вложили более 10 тысяч долларов. На данный момент проводится доследственная проверка. В свою очередь ГУВД «Ташкент» рекомендует не переходить по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте, в мессенджерах, в социальных сетях, особенно если предлагают что-то бесплатное или на выгодных условиях, а также критически оценивать любую информацию, сообщения и объявления в интернете. Редактор субтитров А.Семкин